Несколько лет назад группа ученых из Великобритании попыталась воссоздать облик человека эпохи неолита. Материалом для этой работы послужил череп и другие останки мужчины, найденные в одном из курганов в местечке Эймсбери в английском графстве Уилтшер. В ходе реконструкции были получены любопытные результаты. Рост у этого человека оказался метр семьдесят. Фигура стройная, черты лица правильные. Анализ зубов показал, что питался он здоровой и изысканной пищей. Ничем не болел, но умер рано, около 25 лет от рода. Причина смерти неизвестна. Однако похороны ему устроили пышный и вместе имеющим важное ритуальное значение. Позже захоронение превратили в один из самых грандиозных мавзолеев Британии эпохи неолита. Ученые были в недоумении. Кем был этот древний персонаж? Почему ему была оказана такая честь на похоронах, которой никто в ту эпоху не удостаивался? Маг? Верховный жрец? Наверное, раскрыть эту тайну никогда бы не удалось, если бы рядом с курганом не находился еще один загадочный объект. Знаменитый мегалитический комплекс Стоунхендж. Ученые заподозрили связь между мавзолеем таинственного древнего британца и не менее таинственным каменным сооружением и выдвинули почти фантастическую гипотезу. Человек из кургана, создатель Стоунхенджа, самого загадочного на планете сооружения, разгадать секрет которого пытается не одно поколение исследователей. Стоунхендж в буквальном переводе с английского означает «висящий камень». Это сооружение представляет собой огромное кольцо из столбов менгиров, окруженное двумя валами диаметром более 100 метров. Каждый вал разделен рвом. На северо-востоке находится вход в аллею. Дорожка ведет в сердце мегалитического комплекса. С противоположного конца аллея указывает на точку горизонта, где в день летнего солнцестояния восходит небесное светило. До сих пор не ясно назначение сооружения. Что это? Мистическое капище? Храм? Навигационный маяк для космических пришельцев? Оборонительное сооружение? Версий немало. Но какая из них наиболее правдоподобна, никто с достоверной точностью сказать не может. Несмотря на то, что самые опытные ученые бьются над загадкой не одно десятилетие. Сама по себе конфигурация Стоунхенджера говорит о том, что с оборонительной точки зрения, ну, это ничто из себя не представляет. Если говорить о каком-то храме, то известно, что в древности и храмы, и научные учреждения, они часто совмещались в одном и том же помещении. Одна из самых распространенных версий. Стоунхендж – это древняя обсерватория. Только кому и для чего было необходимо следить за звездами в эпоху неолита? Речь идет об тонких астрономических наблюдениях, природа которых нам непонятна до сих пор. То есть нужно было что-то знать о том, как звезды там собираются или расходятся, о том, кого мы ждем в виде посланников с неба, когда они прилетят или когда они прибудут через какое-то другое измерение. Действительно, по некоторым признакам Стоунхендж вполне можно назвать астрономической обсерваторией. Гигантские каменные арки показывают путь, который Солнце, Луна или звезды описывали по небу. Предположим, что древний астроном стоял в центре круга и внимательно наблюдал за небом через арки. Точка восхода ежедневно меняется из-за изменения наклона земной оси. Но путь космических объектов по небу каждый год один и тот же. Астроном наблюдал их движения из года в год и потом фиксировал свои знания, рисуя тайные знаки на Менгерах. Каменная арка, в которой небесное светило, появляется в день летнего солнцестояния шире, чем все остальные. Таким образом, строители Стоунхенджа выделили дни с повышенной энергетической активностью. Однако после одного загадочного события, которое произошло на этом месте более 40 лет назад, астрономическая гипотеза рассыпалась. Вечером 25 августа 1974 года подросток по имени Уильям Линкольн и три его приятеля забрались в самый центр мегалитического сооружения. Внезапно неведомая сила подняла Уильяма больше, чем на метр в воздух и удерживала там в горизонтальном положении не менее 30 секунд, а потом швырнула на землю. Падение закончилось трагически. Подросток получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. И что интересно, что вот с тех пор, в середину, так вот, первой половине 20 века, после так называемой реконструкции, никто не посещает центральную часть Стоунхенджа. Никто. Вот туристы ходят кругом, археологи копают вот эти вот лунки, тут по периметру, там чего-то, а в центр никто не заходит. Почему? Исследователи говорят, в центр Стоунхенджа не пускает страх. Оттуда идет какое-то сильное излучение неведомой субстанции. Люди не хотят рисковать, поскольку неизвестно, как влияет это излучение на живой организм. А случай с подростком вообще шокировал ученых и еще больше усилил внутренний страх. Похоже, центр Стоунхенджа – это точка пересечения подземных энергетических каналов Земли. Здесь место силы. И об этом прекрасно знали создатели загадочного комплекса. Но кто в эпоху неолита мог владеть такими знаниями? Безусловно, люди, обладающие магическим даром. Вполне возможно, что это легендарные друиды. Кто они такие? Официально они считаются жрецами. Это официальная точка зрения. С другой стороны, что такое жрец? Это как раньше в науке ученым считался тот, кто разбирается и в философии, и в поэзии, и в естествознании, математике, астрономии. Все это считалось ученым. То есть раньше понятие человека, который имеет отношение одновременно и к религии, и к науке, носило что-то такое комплексное, обобщающее значение. То есть друиды – это таинственные жрецы, которых некие высшие силы наделили особыми способностями. Простых смертных друиды учили морали, а посвященных высшим эзотерическим учениям. Они верили в три мира и в переселение души человека из одного тела в другое для наказания и поощрения. Друиды утверждали, что все люди в итоге воскреснут из мертвой. Но многие из них должны ради этого возвращаться с того света на Землю неоднократно, пока не преодолеют в себе все элементы зла. Сыщения друидов существовали практически на всей территории Северной Европы. Там их можно обнаружить и в наше время. На Земле в ряде, так сказать, мест, которые можно назвать сакральными, в не совсем привычной нам, так сказать, трехмерной или там временной реальности, живут такие вот эти вот, ну не бессмертные, но во всяком случае очень долго живущие люди, очень мудрые, которые проявляют себя в реальной повседневной жизни в самые ответственные моменты. А что, если предположить, что друиды и были строителями Стоунхенджа? И возводили они не обсерваторию или оборонительный форт, а сакральный комплекс для биологических экспериментов. Например, для процедур воскрешения мертвых и создания эликсира бессмертия. Эта версия кажется невероятной, но некоторые малоизвестные факты дают повод для подобного предположения. В 1901 году в Стоунхендж неожиданно приехали рабочие и закрыли комплекс от многочисленных паломников и туристов. Публики объяснили, что древнее сооружение нуждается в реконструкции. Действительно, за тысячи лет Стоунхендж изрядно потрепала природа, да и люди его не щадили. Особенно племена язычников, которые, не понимая истинного назначения комплекса, использовали его в качестве места для жертвоприношений. Но каким-то образом нарушить саму основу гигантского каменного исполина не удалось ни природе, ни людям. Тем не менее, реконструкцию все же решили провести. Зачем? И кто распорядился это сделать? Один любопытный документ свидетельствует, что в начале 1901 года Уинстон Черчилль, в то время свежеиспеченный депутат-консерватор британской палаты Общин, провел в кулуарах парламента некую секретную встречу с избирателями. Кто были эти избиратели, в документе не указано. Только факт рандеву. Но люди, посвященные, проболтались. Черчилль встречался с высокопоставленным друидом и его помощниками. А тема переговоров – Стоунхендж. Якобы друид настаивал на возвращении к комплексу его первоначальных функций. Каких? Собеседникам это было понятно. Нам пока нет. Также не совсем ясно, почему друид встречался с человеком, политический вес которого в то время был совсем незначительным. По-видимому, друид точно знал, что этот человек очень значим для будущего. И в 1901 году Черчиллю было 27 лет. Он уже был в состоянии воспринять некие серьезные рекомендации. И будто бы друид рекомендовал ему вот это место сделать более сакральным даже для современной Англии, для современной цивилизации. Придать ему статус государственный. Его внесли в этот комплекс, так называемое английское наследие. О каком наследии мог идти разговор между Черчиллем и тем таинственным друидом? Об этом чуть позже. Но тогда, в самый первый год нового 20-го столетия, действительно начались работы по так называемой реконструкции Стоунхенджа. Известные английские историки, археологи и другие авторитетные ученые той эпохи восприняли это мероприятие в штыки. Просто вот визжали от обиды и говорили, что нельзя трогать это, нельзя. Вы практически каждый камень немножко сдвинули с места, нельзя. Но все равно это было сделано. С тех пор эта зона стала абсолютно заповедной. Любопытный факт. Работы по реконструкции проводились 64 года и закончились на следующий день после смерти Уинстона Черчилля. То есть 25 января 1965 года. Все это время посещать комплекс простым смертным было строжайше запрещено. Сам же Черчилль появлялся там с завидной регулярностью. Зачем? Вряд ли для какой-то инспекции. Напрашивается предположение, что реконструкция – это просто ширма. Или, как говорят люди военные, операция прикрытия. Комплекс все это время работал для узкого круга лиц, но не как туристический объект, а по своему прямому назначению. То есть так, как в Неолите, когда был возведен таинственными друидами той эпохи. Только само сооружение нужно было немного поправить, что и сделали так называемые реставраторы. Но на самом деле это были потомки тех самых древних жрецов. Они восстановили магический круг в самом центре комплекса таким образом, чтобы входящие в него могли заряжаться энергией земли, восполнять жизненные силы и избавляться от недугов. Но делать это могли только посвященные, например, тот же Уинстон Черчилль. И управляли этой лечебной магией друиды. Приполз туда раненый воин, весь порубленный. Встал вот в центр вот этого хенджи, вот этого самого. У него раны быстрее затянулись. Больные туда приходили и так далее. Ну, может быть, не все были туда допускаемы, а только там какие-то привилегированные особы. Но в любом случае, это некая машина целительская была на протяжении тысячелетий. Знали об этом друиды. Эту версию подтверждает британский профессор Дарвилл из Бормонта. По его мнению, люди приходили сюда не поклоняться неким божествам. Стоунхендж был местом паломничества для больных и коллег, которые шли сюда за исцелением. В качестве доказательства ученые приводят интересные находки в районе мегалитов. Там археологи обнаружили древние захоронения людей с дефектами костей. Возможно, среди паломников были и несчастные с болезнями внутренних органов. Но это всего лишь предположение, так как останки не оставляют следы, свидетельствующие о заболеваниях плоти. К тому же выяснилось, что часть камней для строительства Стоунхенджа была доставлена из местности Презали в Уэльсе, которая известна своими лечебными свойствами. У многих камней отколоты кусочки. Еще в 18-м столетии, если верить летописям, люди откалывали фрагменты мегалитов, чтобы изготовить из них талисманы. По поверьям, они защищали от болезней и недугов. Но для усиления магической силы этих камней необходимо было найти точку энергетической аномалии и построить там механизм прямого воздействия на живой организм. Этим механизмом, в принципе, и может являться Стоунхендж. И Стоунхендж и подобные древние каменные артефакты выстраивались именно вот на таких точках, то есть, как иногда называют, активных точках Земли. И поэтому, помимо чисто таких прикладных функций, я думаю, они каким-то образом взаимодействовали и с внутренней энергетикой Земли, и, соответственно, с психикой человека. Есть еще одна тайна Стоунхенджа, которую безуспешно пытаются разгадать исследователи. Каким образом удалось создать это гигантское сооружение? Его внешний круг состоит из 30 каменных столбов, каждый из которых весит почти 25 тонн. Камни вырубались из скал Презилийских гор, то есть за 200 километров от места возведения комплекса. Их сначала надо было доставить на стройку, а потом еще и вертикально установить. Цивилизации времен неолита не владели технологиями и механизмами, способными совладать с подобным строительным материалом. Тогда как могли возводиться такие сооружения, как Стоунхендж? Эти цивилизации владели, как бы мы сейчас сказали, маготехниками, или, так сказать, ну просто магией. Те же вот пирамиды строились огромными совершенно блоками, которые просто левитировали. Их создавали, размягчая камень. Определенным образом медитируя, скажем так, под руководством жрецов, устанавливая на нужные места, и все. Маготехника, или по-другому техномагия, которой могли владеть неизвестные древние цивилизации, учеными категорически не отрицается. Но управлять техномагическими процессами могли только избранные, считают исследователи. Древние кельты называли Стоунхендж работой Эмриса, поскольку создателем комплекса считался провицатель Эмрис. Этого легендарного персонажа британцы знали как мага и чародея Мерлина, ставшего позднее главным советником небезызвестного короля Артура. Согласно легендам, под наблюдением этого прорицателя было возведено целых три подобных мегалитических храма, располагавшихся на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга. Сам Эмрис обитал в гигантском стеклянном дворце, построенном им же на острове Энли, вблизи ирландского побережья. Позднее остров Энли погрузился в океан. Благодаря особой конструкции дворца, форма которого напоминала треугольную пирамиду, течение времени внутри жилого помещения было так сильно замедлено, что прорицатель мог оставаться молодым тысячу лет. Кстати, Стоунхендж возводился несколько сотен лет. Круг за кругом, кольцо за кольцом. Практически все мегалиты, все вот эти мегалитические центры, в том числе и Стоунхендж, и Карнак во Франции, они строились во много приемов, в несколько приемов, в три или в четыре. То есть люди возводили сначала один круг, через 400-700 лет получался следующий круг. Почему так долго? Техномагия отнимала большое количество жизненных сил у друидов. Эти силы необходимо было восстанавливать. Не только волшебными эликсирами, но и планетарной энергией. Других способов не было. Как это могло происходить? Эмрис и другие посвященные друиды знали, что любой магический круг, от маленького перстня на пальце руки, до гигантского кольца Стоунхенджа, может служить приемником и генератором энергетических сил Земли. Кстати, считается, что Стоунхендж был возведен Эмрисом именно при помощи магического перстня. Этот перстень воздействовал на передвижение каменных блоков. Исследователи предполагают, что на одной из граней каждого монолита Стоунхенджа строители вырезали несколько концентрических колец определенного диаметра, ширины и глубины и перераспределяли массу монолита таким образом, чтобы его центры масс и инерции оказывались смещенными друг относительно друга. Затем Эмрис воздействовал на мегалит своим перстнем, заклинанием или прикосновением жезла, создавая в нем вибрации определенной частоты. Возникавший в системе концентрических колец устойчивый колебательный резонанс порождал инерционные силы, которые компенсировали силу тяжести каменного блока. Благодаря этому многотонный монолит становился практически невесомым и легко перемещался по воздуху в нужное для строителей место. Насколько такое было возможно в реальной жизни, а не в фантазиях летописцев, сейчас трудно судить. Исследователи не умаляют возможности избранных людей, которые управляли совершенно немыслимыми для нашего представления процессами в доисторические времена. Но объясняют это с трудом. Магия, как древняя наука, по моему глубокому убеждению, основана на том, что чувствительным элементом, и он же обрабатывающим датчиком одновременно, служит сам человек. Он меняет окружающую среду, он воспринимает эти изменения в окружающей среде, и он же заставляет окружающую среду как-то в определенных пределах действовать по его воле. Вот этим принципиально отличается магия от наук. Хотя я отношусь лично к магии именно как к древней науке. Кстати, исторический персонаж по имени Эмрис вполне может быть тем самым древним жрецом и магом, образ которого воссоздали в 2009 году британские археологи. Во всяком случае, других версий у исследователей нет. А если так, то одна из загадок, кто был создателем Стоунхенджа, можно сказать, почти разгадана. Впрочем, слабых мест в этой теории не меньше, чем в остальных. Однако именно она подтолкнула историю Стоунхенджа к новой эре. Человечество наконец осознало, что это не просто камни. К таинственному мегалитическому комплексу всегда тянулись паломники. Каждый из посетителей висящего камня старался прикоснуться к загадке. Кто знает, вдруг рассказы о волшебной силе не миф, и удача будет сопутствовать всю жизнь. Но даже после так называемой реконструкции, длившейся более полувека и завершившейся в 1965 году, британские власти старались максимально ограничивать доступ к Стоунхенджу. Каждый паломник стремился отколоть от древних камней частицу таинственного сооружения и тем самым наносил невосполнимый ущерб памятнику. А после трагического случая с подростком в 1974 году комплекс опять был закрыт, как и во времена реконструкции. И только в первый год нового, третьего тысячелетия, в день летнего солнцестояния, Стоунхендж был открыт для доступа посетителей, которые пожелали наблюдать там восход небесного светила. Несколько тысяч последователей культа друидов пришли в самое сердце сооружения, где, согласно их верованию, сконцентрирована особая сила. Продолжение следует...